Мальчик громко плакал возле пятой школы, сказал, что его высадил водитель из автобуса. Этот пост в одном из популярных городских пабликов вызвал бурную реакцию местных жителей. Комментаторы сошлись во мнении, поступок бесчеловечный. Каждый день сотрудники муниципального центра управления мониторят соцсети, собирая жалобы и вопросы анапчан. И эта история не осталась без внимания специалистов и вице-мэра курорта Артема Моисеева. Водитель и представитель компании, занимающиеся перевозками, были приглашены на очередной штаб РСО для беседы. Я открываю дверь, и люди уходят, получается. И мальчик тоже на автомате, наверное, вышел. Давай, 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 еще раз. Версия водителя. Мальчик вышел сам после того, как не смог оплатить проезд картой. Однако, эта ситуация не меняет. Ребенок живет на другом конце города, в районе Ореховой Рощи. Если бы водитель автобуса был внимателен чужой проблеме и разрешил школьнику остаться в автобусе, мальчик без происшествий добрался бы домой. Вы же наш местный анапский. Вы что себя так ведете-то? Вы же нас в первую очередь позорите. Наше гостеприимство в первую очередь позорите. И моральные качества. Значит, однозначно, у нас все должны быть меры административного воздействия. То есть у нас должна быть административка на юридическое лицо, там достаточно внушительный штраф, и на физическое лицо исполнителя. Это первое. Второе. Значит, вы коллегам своим доведите, пожалуйста. Вы одна из самых крупных транспортных компаний у нас. Мы будем работать персонально с каждым и доводить до каждого этические качества, если родители не довели. Пожалуйста, коллегам передайте. Это два, три. Мы вас ждем традиционно на наши субботники. До конца года у вас будет субботник на нашем центральном храме князя Владимира в Крещенском парке. Каждую субботу вы там почетный гость. Я буду. Конечно, будете. Я вас очень прошу, будьте, пожалуйста, внимательны к своим пассажирам. Не только к детям, но и к старикам, и вообще к людям в целом. К слову о субботниках. По поручению мэра Анапы до начала курортного сезона уборка территории будет проходить еженедельно. Основной фронт работ также планирует на штабе РСО. Как отметил заместитель председателя Совета депутатов, благодаря такому формату работы удается оперативно решить вопросы анапчан. Также сразу же был отсыпан тульский проезд. Сейчас мне также скидывают благодарные жители. Это действительно спасибо за оперативность. Я вижу по фотографиям, что сделано качественно, поэтому огромное спасибо. Кроме того, на заседании представитель регионального оператора по вывозу мусора «Экотехпром» рассказала, как будет работать компания в высокий сезон. Сейчас на маршруты выходят 25 спецмашин. К маю их количество увеличится вдвое, как и частота вывоза мусора. А в городе и сельских округах планируется дополнительно установить 250 контейнеров. Вперед Россия! Девиз акватлона 2024. В минувшие выходные в Анапе, в акватории Малая бухта, прошло физкультурное мероприятие. Любовь к спорту и родине объединила города Новороссийск, Луганск, Севастополь, Геленджик и Анапу. В этот солнечный день более 500 человек в возрасте от 6 до 80 лет приняли участие в забеге и заплыве. Организовала мероприятие партия «Единая Россия». Сегодня собралась спортивная общественность поддержать нашего президента в то непростое время. Только все вместе, объединившись еще крепче, можно добиться более быстрой победы. Поэтому спорт за президента, за сильную страну, за здоровую нацию. Это мероприятие действительно сплочает нас. Сплочает не только однопартийцев, не только «Единая Россия». Мы сегодня видим в этом мероприятии очень много общественных организаций. Наша страна как никогда сейчас сплотилась, и анапчане тоже не остаются в стороне. Мы сегодня это наглядно видим. Первый этап начался с разминки. Основную дистанцию в 1600 метров бежали профессиональные спортсмены и любители здорового образа жизни. Разогревшись, герои совершили 50-метровый заплыв. «Передаю привет Луганску. Моржам Луганска привет. Мы здесь. Мы вместе. Мы сила». На втором этапе прошла эстафета. Четыре команды моржей и русалок проплыли по 25 метров. Так отметила свой дебют Федерация зимнего плавания «Кубань». «Весной первый заплыв». «Вы сами плывете?» «Я и бегу, и плыву, и эстафету. Всем желаю хорошего настроения, здоровья». «И победы всем». Всех победителей наградили медалями и памятными призами. Гордостью забега стали шестилетние казачата. Дистанции в 1600 и 3000 метров дались им легко. Хороший старт, и всем пример Анапа на спорте. «Казачья молодежь поддерживает нашего президента, направление которого выбрал. И мы хотим этим забегом показать, что мы вместе одна команда». «Занимайтесь спортом, растите детей патриотами и будьте рядом с ними в те времена, когда им это необходимо. Именно сейчас, когда наша страна становится сильней, мощней и, так сказать, объединяется одной большой семьей». «Я за спортом, за Россию». Здание детского сада «Виноградинка» было построено больше полувека назад. На протяжении нескольких десятков лет учреждения отапливали углем. В штате даже работал специалист кочегар. Впоследствии «Виноградинка» перешла на жидкое топливо. Но в среду в садике произошли долгожданные перемены. Учреждения подключили к газовой линии по программе социальной дегазификации. «Раньше в год потребление было садов, у них порядка миллиона рублей. То есть жидкого дистоплива. Для жидкого дистоплива, плюс конкурсная процедура, плюс плат подводят поставщики, плюс цена на топливо растет. Сегодня как минимум этот цена пройдет уже в два раза. Для садика, на оборудовании бюджета, она уже в два раза снизится. Для нас очень важно, Геннадий Павлович, еще раз хотел бы выразить слова благодарности. Вам, Вашей команде, Сергею Юрьевичу, все, кто к этому вопросу причастен, потому что вот это решение, решение нашего президента о социальной дегазификации, социальных объектов, оно как никогда сегодня просто необходимо. Нам, муниципальным образованием, тем более вот таким небольшим социальным объектом в наших сельских округах. И сегодня вопрос, во-первых, да, экономики и экономии, но самое главное – это надежность теплоснабжения, потому что когда газ пришел, уже теперь все, наш социальный объект, мы на сто процентов будем спать спокойно, что здесь всегда с отоплением будет все в полном порядке». Сейчас в Виноградинку посещают порядка ста малышей. Их безопасность и комфорт на первом месте. Вскоре будут газифицированы и другие социальные учреждения курорта. «Программа только у нас начинается, можно сказать, по дегазификации социальных учреждений. У нас сегодня пять договоров заключено в Анапском районе. Первый от объектов, который мы подключаем сегодня к сетевому газу. Надеюсь, что будем расширять эту программу объектов достаточно много. У нас по краю, по инвентаризации 289 таких социальных учреждений. А регион в целом, по Краснодарскому краю». Исторический момент – запуск голубого топлива. Чтобы газ пришел в учреждение, необходимо лишь повернуть вентиль. «Мы сегодня торжественно можем открыть кран и подать газ в социально значимый объект, детский садик. У нас по договору, это первый как раз объект, который в нашем муниципальном образовании идет именно по программе «Догазификация». У нас на сегодня пять договоров. Из них четыре – это образовательные учреждения, это садики, и один – медицинское учреждение, которое в Юровке. Остальные у нас в работе, в перспективе». Площадь здания детсада – 500 квадратных метров. Чтобы обеспечить виноградинку теплом и исключить перебой оборудования, специалисты установили два котла. Мэр Анапы подчеркнул, при закупке необходимой техники нужно отдавать предпочтение местному – кубанскому производителю. В Анапе началась подготовка пожароопасному периоду. Вице-мэр курорта Артем Моисеев и заместитель председателя Совета депутатов Игорь Филимонов приняли участие в заседании Краевой комиссии, которое провел первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась. Одна из важных задач – противопожарная пропаганда через СМИ, в том числе оповещение об ответственности за нарушение установленных требований. Управление гражданской обороны и защиты населения рекомендует жителям края очищать свои земельные участки от мусора и сорняков. Совместные усилия позволят значительно уменьшить последствия в случае ЧАЭС. Напоминаем телефон оперативной службы. В случае возгорания необходимо позвонить по номеру 112. Программа формирования комфортной городской среды продлена до 2030 года. Инициатива была предложена президентом России. Благодаря проекту в Краснодарском крае с 2019 года было благоустроено порядка 1300 пространств. Сейчас в работе еще 104 территории, в том числе на нашем курорте. В 2023 году победителем рейтингового голосования стал парк в селе Юровка. Вскоре общественное пространство будет обновлено. Реализацию программы обсудили на заседании межведомственной комиссии под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Из анапской студии в формате видеоселектора в совещании принял участие мэр курорта Василий Швец и председатель Совета депутатов Леонид Краснородский. С 15 марта должно начаться голосование за то, какие парки и скверы должны будут благоустроены. И прошу обеспечить, чтобы люди на самом деле голосовали. И это был их выбор, какой в этом году парк или сквер будет благоустроен. Я здесь хочу, коллеги, обратить внимание, что здесь важно, чтобы не только архитекторы проектировали благоустройство, но и с участием жителей. Жители должны принимать участие, еще раз подчеркиваю, в проектировании конкретного благоустройства того или иного парка или сквера. С их участием, потому что для них, для людей, для жителей. Сейчас общий объем газификации Анапы составляет свыше 80%. Во многом благодаря действующей стране программе дегазификации. Наш курорт – один из лидеров среди городов Краснодарского края по реализации этого проекта. В среду в мэрии Анапы обсудили промежуточные итоги и наметили планы на будущее. Анапа, Большая Анапа, одной из первых краев включилась в процесс дегазификации. Сегодня мы одни из самых активных в регионе. И отмечу, особенно, конечно, хотел бы отметить активность наших жителей, которые с начала действия программы уже подали. Мы получили порядка 10 тысяч заявок и продолжаем подавать их до сих пор. Работа идет очень слаженно и активно. На еженедельной основе мой заместитель, ваш руководитель подразделения, сверяют часы на нашем оперативном штабе всех ресурсно снабжающих организаций, доводят соответствующую информацию и соответствующие задачи поручения до всех глав сельских округов. Поэтому я исключительно благодарен за взаимодействие, благодарен за ваши отношения, благодарен за профессиональнейший подход вас и вашей команды. Протяженность газораспределительных сетей на территории муниципалитета составляет более 150 километров. И это не предел. Работы продолжаются. Ежедневно строят и монтируют газопроводы 34 бригады, как в городской черте, так и в сельских округах. Заключено 7 544 договора. Это 10% всего краевого объема. Это огромный такой объем. Представляете, одну десятую часть всего Краснодарского края реализуется в Анапском районе. И уже исполнено в Анапском районе 6 407 договоров. Программа, во-первых, увеличилась на 5,5 миллиарда рублей. Понятно, это дополнительная наруска на наших сотрудников, на нашей компании, я думаю, совместно с местными органами власти мы справимся с этой работой. В списке масштабных работ проектирование газопроводов СУКО и Варваровки. Сегодня теперь не какая-то надежда, теперь уже уверенность появилась, что этот газопровод будет обрабатывать. С этого дня в Анапе дан старт и программе дегазификации соцобъектов. Голубое топливо начнет появляться в учреждениях образования и культуры. Сегодня у нас по социальным объектам план это 11 школьных и дошкольных учреждений совокупно и 8 объектов культуры. То есть по всем по ним на этот год мы планировали 5 объектов запустить, но сейчас поручение от вас поступило, чтобы мы эту работу сжали в сроке, проинвентаризировали те задачи, которые есть по проектно-изыскательским работам, сократили и я думаю, что мы тоже сейчас будем это реализовывать. В то же время наряду с дегазификацией «Газпрома» реализуют еще несколько масштабных проектов на курорте. Специалисты завершили строительство первых 2,5 километров газопровода «Верхняя Джемоте-Анапа» и закончили проектирование сетей «Верхняя Джемоте-Гастагаевская». Как принято у православных христиан, церкви строят всем миром. Это храм в честь Иверской иконы Божьей Матери, который официально был открыт в 2019 году. Здание в хуторе «Красный Курган» при поддержке казачества и спонсоров начали возводить еще в 2012-м. Сейчас двери храма всегда открыты для прихожан. Здесь раньше было пустое здание. Мы обратились к бывшему совхозу Витязева с просьбой предоставить нам для строительства храма всем миром. Собирали деньги, то есть хотели на это здание восстановить. Ну, подключился Герстунин Владимир Петрович. Он нам очень помог. Сказал, что давайте, хлопцы, начнем уже если храм, то строить заново. И с его помощью, с очень большой его помощью, начали это возводить всем миром. В этот раз храм посетил епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. Его визит был не случайным. Храм начал новую страницу своей истории. Долгое время здание отапливалось электричеством, но теперь было подключено к голубому топливу. Это третий православный храм, газифицированный в Анапе с начала года. Мэр Анапа Василий Швец поделился с владыкой феогностом, какая работа проводится на курорте в рамках федеральной программы. Дан старт проекту социальной дегазификации. По словам прихожан, раньше мощностей для отопления зданий электричеством не хватало. Да и сумма по оплате за электроэнергию выходила немалая. Однако теперь в храме станет еще теплее и уютнее. Конечно же, благодаря администрации, которая ускорила все-таки этот процесс, где-то лично ездили с документами, подписывали. Разница с тем, что было, конечно, несопоставимая, потому как отапливали электричеством и 15 киловатт не хватало категорически. Больше 45 градусов температура в батареях не поднималась. И, само собой, в холодные месяцы было очень холодно в храме. Храм не прогревался. Сейчас же, когда подключили газ, во-первых, и стоимость за услугу стала в месяц раза в два, в три меньше. И, конечно же, прогреваемость храма просто на высоте. Стадии реализации и проектирования соцобъектов рассмотрели на заседании строительного штаба. Его провел мэр курорта Василий Швец. Также в совещании приняли участие заместитель председателя Совета депутатов Игорь Филимонов, руководители ресурсоснабжающих предприятий, представители подрядных организаций. В Анапе строятся и проектируются детские сады в городе, селе Витязево и Цибанабалке. Две новые школы в Анапе и станице Гостогаевской. Мини-поликлиники в Благовещенской и Суко, дом культуры в Субсейхе. На территории 24-й школы в Уташе будет возведен современный спортивный комплекс. Всего на заседании обсудили ход работ по 17 объектам. Две недели назад в своем послании, все вы услышали, к Федеральному собранию наш президент Владимир Владимирович Путин назвал одним из основных направлений работы на ближайшую шестилетку – это развитие социальной сферы. Он объявил о старте новых национальных проектов, новых программ, в которых мы, конечно же, будем участвовать. И, безусловно, их детальная проработка потребует определенных временных затрат. И здесь очень важно, коллеги, чтобы мы вместе с вами эту работу подготовительную и документальную базу начали формировать максимально оперативно, для того, чтобы мы заходили во все федеральные региональные программы. У нас строительство социальных объектов на особом жестком контроле находится у нашего губернатора, у Венивиновича Кондратьева, поэтому не случайно региональный бюджет, как и наш местный, имеет такую ярко выраженную социальную строительную направленность в область социальных вопросов. Раннее утро – Анапа, Театральная площадь – одна из главных точек притяжения нашего курорта. Двери Центра культуры Родина пока закрыты, но уже с минуты на минуту они будут встречать анапчан и гостей города, которые пришли отдать свой голос за будущее России. С исполнения гимна Российской Федерации ровно в 8 утра в пятницу начался первый день голосования на выборах президента страны в 88 избирательных участках Анапы. Сегодня участковая избирательная комиссия 0201, как по всей стране, открыла свои двери ровно в 8 часов утра. Приступили к работе члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели от общественных партий, от политических партий, от общественных организаций, представители СМИ. Явка была на 8 утра очень высокая, чему мы рады. Надеемся, что сегодняшний день пройдет плодотворно, с большим посещением избирателей. Как и все три дня, 15, 16, 17 марта, голосование будет проходить с 8 утра до 20.00. С первых минут просторное фойе заполнилось людьми. Несмотря на ранний час, люди уже идут голосовать. Во-первых, я всегда участвую в выборах, проявляю свою гражданскую позицию. Почему сегодня рано? Ну, потому что надо по делам выехать с города. И как активный гражданин этого общества, я считаю, это жизненно необходимым. Я пришла в 8 утра, потому что, ну, во-первых, мы начинаем работу с 9.00, чтобы успеть исполнить свой гражданский долг, отдать свой голос, внести вклад в развитие нашей страны и будущее. Голосуют не только жители Анапы. На участках созданы все условия для тех, кто хочет выполнить свой гражданский долг, даже находясь на отдыхе. Прийти и отдать свой голос за человека, которого считаем достойным стать нашим президентом. Это долг каждого, каждого совершеннолетнего жителя нашей страны. Если мы хотим жить, как бы нам хотелось, и следить за всем, что у нас в стране происходит, мы обязательно должны идти и выбирать, отдать свой голос. Напоминаем, проголосовать на выборах президента можно в течение трех дней – с 15 по 17 марта. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера. Избирательный участок номер 0205 – один из самых крупных в Анапе. За ним закреплено порядка двух тысяч человек, в том числе мэр курорта. В городской театр Василий Швец пришел утром одним из первых, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Процесс голосования – предоставить документы, взять бюллетень, сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов в кабинке для голосования и, наконец, бросить лист в урну. Кто из анапчан приходит на выборы в первый день? В основном люди старшего возраста, но активно голосует и молодежь. Анастасия Брюханова отдала свой голос за одного из кандидатов впервые – девушке 20 лет. Чтобы мероприятие надолго запомнилось Анастасии и другим молодым людям, для них подготовили подарки. В мире это очень хрупкая юная девушка, действительно. Мы все должны понимать, что наша самая главная обязанность в долг – сегодня выбирать наше будущее. А это наш сегодня гражданский долг – прийти на выбор в избирательный участок. Вы большая молодец. Я очень надеюсь, что многие ребята, кто впервые тоже могут сегодня уже прийти в избирательный участок, последуют вашему предпочтению. Большое благо. Спасибо вам. Это важное событие, это важное дело, в котором мы действительно должны принять участие. Именно от нас, от нашего решения, от наших мнений зависит будущее нашей страны. И за нами будет определен выбор. Избирательный участок 0205 будет работать до 8 часов вечера. Чтобы принять участие в голосовании, при себе нужно иметь паспорт. Избирательный участок 0205 очень активно начал голосование. В 8 часов были открыты двери нашего избирательного участка. Прозвучал ГИН Российской Федерации в исполнении членов комиссии, наших уже наблюдателей, и в том числе избирателей. Избиратель идет очень активно. На улице праздник. Идет голосование для всех категорий, в том числе людей, не имеющих прописки. Они тоже голосуют здесь у нас, на территории нашего избирательного участка. Уже просовала два человека, которые впервые голосуют. Им были вручены небольшие подарки. Все очень довольны. Настроение в общем все хорошее, праздничное. Вы знаете, вот этот день, первый день голосования за выборы президента Российской Федерации, чувствуется атмосфера, желание прийти. Это и пенсионеры, и молодежь, и средний возраст, и отдыхающие. Кроме того, сегодня стартовало голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Волонтеры в ярко-оранжевой форме находятся возле нескольких избирательных участков. Рассказывают и показывают, как можно выбрать общественное пространство, которое будет реконструировано в 2025 году. В Анапе можно отдать свой голос за территории в Цибанабалке, Красном и Джигинке. Вот Джигинка. В Джигинке там очень красивый большой земельный участок. Вот здесь рядом с железной дорогой, вдоль существующей Советской улицы. Там хорошая вот история. Вообще все три на самом деле проекта заслуживают и внимания, и уважения. Напомним, выборы президента страны будут проходить в течение трех дней. Голосование завершится 17 марта в 8 часов вечера. В Анапе действует 88 уиков.